С новостями, которые мы получили от центральной лаборатории. Наверное, ни для кого не новость о том, что опухолевые образцы, блоки, стекла – это одна из основ и основ, которые отправляются в центральную лабораторию, чтобы подтвердить диагноз пациента, определить мутацию или мутационную нагрузку. Это то, на чем зиждется первая часть рандомизации пациента. То есть насколько это важно в клинических исследованиях. Я думаю, никому. Это бесспорно. Вопрос, наверное, риторический. Это важно. Так вот, в течение этого года мы получили тревожные сигналы от центральной лаборатории, что в 10 наших образцах пациентов из наших центров не совпадает пол пациента, заявленного в СОРС-документации, внесенного в демографические данные пациента, с тем полом, который был определен в блоке, в опухолевом образце пациента. Причем эти находки были независимо от регионального центра или центральной России. То есть абсолютно никакой корреляции в этом не было. И это были центры как хайнроллеры, так и центры, в которых было немного пациентов. И что еще интересно, что такие находки были обнаружены в России и Украине, в других странах Европы, таких находок не было. Это данные трех исследований. Что послужило причиной? Если я вам скажу честно, как говорит один наш менеджер по качеству, мы не можем определить причину, почему произошло несоответствие пола. Почему обнаружена такая странная дискорданс? Что может быть? Может быть и ошибки в оформлении образца. Это может быть подмена опухолевых образцов. Может быть ошибка самой центральной лаборатории. Это может быть, что пациент скрыл трансплантацию или смену пола. И ошибка на этапе подготовки образца. В принципе, вы сами сейчас можете назвать еще, наверное, пару десятков причин, которые могут прийти к вам в голову. Причин может быть много. Разобраться в них – это наша задача. Для того, чтобы понять, что мы должны сделать, чтобы в дальнейшем к нам не поступали такие известия. Но дело даже не в том, чтобы конкретно разобраться вот в этих десяти случаях, а разобраться вообще в методологии, что может привести к таким несоответствиям. Мы начали разбираться вместе с центрами, вместе с исследователями, вместе с специалистами-патоморфологами, вместе с завкафедрой патоморфологии. Мы пришли к экспертам, мы пришли к исследователям, мы заходили в патоморфологические лаборатории, мы заходили в эндоскопические кабинеты, смотрели базы данных, которые, как они устроены, как они коррелируются с друг другом, база данных клинического центра и база данных патоморфологической лаборатории. Мы много нашли удивительных вещей, вы знаете, мы даже не знали, насколько этот процесс сложен, глубок и детален. Первое, что мы нашли, это то, что локальный процесс отслеживания опухолевого образца, он не структурирован и неоднороден. Я потом расскажу, что это значит не структурированное, не структурированное более-менее понятно, а что значит неоднороден, объясню. И что у нас есть высокий риск перепутать образцы без постоянного контроля центра за путем образца, начиная от эндоскопического кабинета или операционной, до прихода этого образца в руки исследователя. Так, я абсолютно потерялась. Итак, что бы хотелось сказать. Когда мы разговаривали с экспертами, с патоморфологами, что лежит в основе основ патоморфологической службы, и нам рекомендовали обратиться к 179-му Н-приказу, который регулирует эту службу, и в принципе всю документацию к опухолевому образцу, и ГОСТу, который в принципе лежит в основе 179-го Н-приказа. И что мы обнаружили, что в принципе мало учреждений, которые следуют точно 179-му Н-приказу, а уж тем более ГОСТу, потому что ГОСТ занимает колоссальное количество страниц, там 60 страниц. Понятно, что тяжело следовать 7-60, но чуть-чуть все-таки следует оттуда взять. Так вот, локальные требования каждого учреждения к оформлению образца, они свои собственные, изобретенные учреждением. Но не всегда, и в отношении не ко всем пациентам. Есть пациенты, которые четко оформляются по закону, по требованию закона 179-Н, а есть пациенты, которые оформляются по локальной практике. Например, это пациенты, которые приходят в учреждение по ОМС, и пациенты, которые приходят вне ОМС полиса. И еще одно открытие. Ведь не всегда у учреждения есть пациенты, у которых опухолевый образец был приготовлен в данном учреждении, где проходят исследования. Многие пациенты берут этот образец из другого учреждения, где они проходили, допустим, операцию или была биопсия, и приносят этот образец с собой. Так вот, к сопроводительной документации нет общих требований ни у следовательского центра, ни у самого учреждения, хотя он является в принципе юридическим лицом, который отвечает за проведение клинического исследования. Нет требований к сторонней организации, от которой был получен образец. Ну, здесь просто перечислены самые большие вещи, которые нам удалось раскрыть. Да, что номер блока при пересмотре может не меняться и не сопоставляется с номером блока, который принесли. Иногда пациент приносит просто блок без какой-либо сопроводительной документации. Часто бывает даже без записного эпикриза. То есть проследить, откуда он взял этот блок, центру очень тяжело. Он начинает пересматривать блок. И мы встретились с такими вещами, что блок, принесенный пациентом и полученный на пересмотр центра, не всегда регистрируется в патоморфологическом журнале. То есть он проходит мимо регистрации учреждения. Он приходит сразу же в исследовательский центр. Я не говорю, что это все блоки, все поголовно пациенты. Нет. Это те вещи, которые нам удалось выяснить в процессе поиска причины, возможной причины, почему произошли вот эти 10 кейсов. Я не могу... Я вот, если спросить мое мнение, что делать, я вам не могу сказать, что я сейчас могу ответить вам на этот вопрос точно. Вот это нужно сделать, тогда ничего не будет. Нет. Это мое личное мнение, и я думаю, и мнение моих коллег, что проблема-то гораздо шире и глубже, чем то, что мы сейчас затрагиваем. Но в настоящее время, что мы можем порекомендовать каждому центру, это, во-первых, поставить восклицательный знак перед блоком и относиться к нему как к материалу, который за собой несет высокий репутационный риск. Мы можем порекомендовать такие вещи, как унифицировать подход к документации блока, во всяком случае, для пациентов, которые, я не говорю про учреждения, конечно, это хорошо бы сделать во всем учреждении, но это нужно донести до администрации, до главных врачей. Но те блоки, которые приходят в клинические исследования, необходимо унифицировать подход к документации, необходимо проверять блок, который вы берете из стороннего учреждения, проверять, какой сопутствующей документации он сопровождается. отказываться от блоков, которые не сдокументированы нигде, просто принесены в ладошки пациента. Очень важно, чтобы был человек в команде, который знает, как движется блок по учреждению, где он сейчас, что он проходит, какая документация от него требуется, кто ответственный за передачу между участками, между эндоскопическим процедурным кабинетом до патоморфологической лаборатории, сделаны ли все регистрационные записи в журнал, относиться более, скажем так, детально к требованиям 179-го Н-приказа. Все, что требует 014У форма, нужно записывать. Иногда мы не видим даже диагноза формы. Ну, естественно, это тесно работать с патоморфологами. Мы встретились сейчас с той проблемой, что мы не можем получить доступ в патоморфологическую лабораторию не для того, чтобы смотреть образцы, а чтобы сверить то, что попало в регистрационный журнал и что есть в сурс-документации. Совпадают ли ID номера на блоках, которые есть в регистрационном журнале, с тем, что записано в первичную документацию. Я не говорю, что мы везде встретили такие сложности с доступом, но есть центры, в которых действительно административная организация взаимоотношений с патоморфологической лабораторией не дает нам возможности сделать эту проверку. Ни нам, ни центру. Центру нужно будет специально приходить по каждому пациенту. Ну, это тяжело, наверное. То есть необходимо наладить взаимоотношения с патоморфологической лабораторией. Как со своей стороны мы это пытаемся решить, помочь центрам структурировать процесс? Во-первых, мы собрали весь опыт, который смогли за это короткое время. Прошло не так много времени. Экспертов. Регуляторное законодательство, которое регулирует этот процесс. И мы вывлекли сюда центральную лабораторию, которая говорит о том, какие процессы проходит блок при отправке. Совместили все это вместе и создали что-то, возможно, это временный инструмент, создали что-то типа методологии, общего подхода к отслеживанию, проверке блока. Мы научили наших мониторов этой методологии и выслали их в центры, чтобы они обучали этой методологии центры и исследователей. Это вопрос будущего, о том, что Константин говорил, что дальше нашей задачей будет это правильно научить центры. Мы пытались сделать очень простым эту методологию. Она, в принципе, сейчас заключена всего в 16 вопросов, которые центр должен сам задать себе. Это есть ли у вас доступ... Есть ли у вас доступ по томорфологической лаборатории? Есть ли у вас у самих возможность проводить биопсию, а не забирать блоки у сторонней лаборатории? Какая у вас процедура оценки чужого блока? Как вы ее документируете? Где она регистрируется? Чужого я имею в виду из другого учреждения. Назначить ответственного за образцы, знать, что он знает свое дело, знает путь образца от начала до конца. И понимать, что у вас этот путь прозрачен, и на каждом этапе вы можете найти этот образец и записи, след от образца. И они совпадают с тем, что к вам приходит в руки. Я уже заканчиваю. Так. Ну, что мы ожидаем, что мы получим от этого? Во-первых, контроль целостности данных. Потому что, я думаю, наверное, что мы отправляем материал того пациента, которого лечим, это основа основ целостности данных. Как ни смешно и нелепо это звучит. И, наверное, это снижение риска недоверия к тем данным, которые, ну, в данном случае получены из российских центров. Возможно, методология сейчас топорная, простая. И, возможно, она всех-всех аспектах не включает. Но риски, которые обнаружены были на поверхности, она срежет. То есть риски снизятся. Поэтому, наверное, мы с удовольствием поделимся нашим опытом с коллегами из других фарм. Возможно, у вас есть собственный опыт. Возможно, есть какие-то свои идеи о том, как предупредить дальнейшее развитие событий в негативном направлении. Но это пока что то, что мы имеем. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо. Вопросы есть ли? Спасибо большое. Можно два раза брать блок? Что значит брать? Ну, два раза делать диапсию и отправить два раза. Ну, наверное, это не ко мне вопрос, а вопрос к эндоскописту и к врачу. Можно ли данного больного взять два раза биопсию? Коллеги, давайте придерживаться дискуссии. Ну вот, и потом возьмите микрофон, зададите вопрос. Ель, спасибо большое. Очень интересно. Вопрос один, вернее, два один проистекают из другого. Первый вопрос. Если следовать тем правилам, которые условно имеются для оценки биопсийного материала и отправки, чтобы он был качественный, во сколько у вас упадет рекрутмент? Это первый вопрос. А второй, вы к этому готовы? Это вопрос очень интересный. Наверное, ответить на него однозначно готовы мы или к этому не готовы. Я сейчас не могу. Я вам скажу, насколько... У нас пока не падал рекрутмент, и я вам не могу сказать империтивным путем, что я имею в руках, чтобы доказать это. Но я говорю о превентивных мерах. Я не думаю, что пойдет рекрутмент, если вы будете просто-напросто смотреть, есть ли соответствующая документация к блоку. Так у вас ко всем этим блокам была документация? Нет, я же вам говорю о том, что... Тогда вопрос. Вы же все проверили? Так. В каком количестве, в каком проценте, приблизительно, блоки были неадекватные. Вот и все. Я бы сказала, что процент пока что низок. Это 10%. То есть вам не повезло. Мы нашли пока что один блок, который точно не соответствовал. Но вы понимаете о том, сколько блоков, которые не будут соответствовать? Это три исследования. И мало пациентов, да? А теперь посмотрите это в разряде всех исследований, которые мы проводим. Сколько это 10% от всех пациентов, которых мы забираем? Это уже много. И это только начало исследований. Мы не можем сейчас говорить об интерьем данных. Сергей, а можно я тоже дополню и отвечу? Мне кажется, что еще интересно подумать, что будет, если мы не внедрим этих мер по обеспечению качества. Такие вещи из серии неполноценных данных будут продолжать поступать. И тогда у нас рекрутмент упадет очень сильно. Я боюсь, что может быть до нуля. Потому что те центры, в которых выявляются такие вещи, вы понимаете, что с такими центрами можешь работать просто не можем. Но это уже как бы ударяет по рекрутменту. Следующий шаг, да, когда просто в квартире не захочешь работать с нами. Спасибо. Потому что проблема не в том, что закралась ошибка. Или, может быть, это была не ошибка, а подлог. Как бы это случается. Да, такое слово существует. И как бы в GCP оно написано, оно как бы в реальности есть. Есть ошибки, есть плохое качество, есть подлог. Но наша главная проблема в том, что мы, как страна, и в Украине то же самое, мы не можем обеспечить прозрачность всего процесса, трейсибилити процесса. У нас пациенты ходят по улицам с блоками. Когда наши коллеги западные узнали, они были в шоке. И при этом еще наши исследователи не ведут журналы, в которых прослеживается след этого блока. Вот в чем проблема. Проблема в том, что это челлендж вообще всей системы того, как организована диагностика в России. А не то, что нашли 10 блоков не таких, как надо. Спасибо, Константин. Вопросы были у вас, по-моему? Окей, еще вопросы? А вот я хотел бы понять в общем, если исключить или добавить клиническим исследованиям всех пациентов в России, которые имеют блоки, которые имеют слайды, вы думаете, ситуация такая же? 10% несоответствия? Вы знаете, я не готова давать оценку сейчас по всем пациентам. Это ужасный, да? Да, я говорю о данном конкретном случае, о данном конкретной находке. Поэтому нет. Спасибо. Спасибо.